Здравствуйте! С вами новости ТВ3+. И я, Наталья Копотева. Сегодня в выпуске. В Литве отметили православное Рождество. В храмах прошли службы, а на центральной площади Вильнюса веселые гуляния. О чем в этот день думают православные? Россия заявила о массовом уничтожении украинских солдат. Однако на поверку заявления оказались простыми словами. Однако удары по мирным объектам принесли новые жертвы. Среди раненых 13-летняя девочка. Скорость роста цен откровенно замедлилась. Кажется, после длительного взлета начинается, если и не падение, то стабилизация. Экономисты представили свои прогнозы. Не угасают споры о том, нужно или нет устанавливать в столице памятник довоенному президенту Антаносу Сметоне. Одни видят в нем важного государственного деятеля своей эпохи, другие называют тираном, который расправлялся со своими оппонентами. В столице прошел традиционный забег в память о событиях и жертвах 13 января 1991-го. В этом году забег был не только с участием военнослужащих, но и с ярким украинским акцентом. С января в некоторых частях Литвы изменились железнодорожные маршруты. Кое-где их сократили, и жителям теперь приходится вставать на час раньше и приходить с работы на час позже. Почему так произошло, разбирались наши корреспонденты. Глаза – это зеркало души, а два фотографа из Каунаса научились ее показывать. Удивительная фотосессия из сетчатки глаз в Литве все еще новинка, но она быстро набирает популярность. Фотографироваться приходят целыми семьями. Концерты, хороводы и молитва за мир в Литве отпраздновали православное Рождество. В Вильнюсе верующие традиционно собирались на кафедральной площади, где перед ними выступил мэр города и специальный гость – священник Киевского Софийского собора. Что неудивительно, ведь в этом году Литва приняла много беженцев из Украины. Наша съемочная группа тоже побывала на празднике. Православные отметили Рождество Христово, а во всех храмах Вильнюса и других городов Литвы традиционно прошли торжественные службы. В этом году всех верующих объединяла одна молитва – за мир в Украине и во всем мире. Для нас это такой праздник, как и для любого христианина. Это вера в надежду, что Господь нас не оставил. И мы это видим каждый день, сталкиваясь с трудностями. Тем не менее, у кого нам еще найти защиту, если не у Господа Бога нашего? Хочется мира, добра. Хочется, чтобы Боженька помог, дал всем здоровье. Чтобы наладилось все отношения в мире. Ну, это просто необъяснимо. Это душевный праздник, очень приятный, очень приятно зайти в церковь, помолиться. После празднования продолжилось уже на Кафедральной площади, где ежегодно верующих приветствует мэр города и местный священник. В этом году на праздник был приглашен отец Георгий Коваленко, приехавший из Софийского собора в Киеве. Для меня это предложение было немножко неожиданным, но мне кажется, что это очень важно, чтобы мы вспоминали нашу историю. Мы много веков были в одном государстве. У нас, вот я сегодня дарил книгу, там старинные Евангелия 16 века, которые издавались по Вильнюсе, по благословению киевского митрополита. Киевский митрополит жил в Вильнюсе, у нас есть общие князья, например, князь Острожский. То есть у нас есть много общего, и мы братские народы. Конечно, мы имеем и католиков, и православов, и вообще Рождество очень важное, как бы события в Вильнюсе, и католические, и православные тоже. И мы, конечно, желаем всем крестьянского мира, то есть такого мира, когда добро побеждает зло. В мероприятии приняли участие ансамбли из Белоруссии и Украины, а также международный мужской хор «Уния». Несмотря на сильные морозы, отметить Рождество собрались несколько сотен человек. Согревались, естественно, танцами и единством. Сегодня на этой площади собрались украинцы, собрались литовцы, поляки и белорусы. И мы вместе празднуем Рождество Христово. Это один из праздников, который нас объединяет. В Белоруссии приехали, да. Рождество – это большой праздник для всех людей. Который несет добро. Только добро. Отличное настроение. Отмечаем вместе со всеми. Среди празднующих нашлось и много беженцев из Украины. Я оккупацию в Буче провела. Я оккупацию в Буче провела. Я очень благодарна, что литовцы так поддержали. Это самые большие братья. Литовцы – поляки, которые очень нас поддержали. Благодарю литовский народ и литовское правительство. Большие молодцы. Просто до слез. Христос рождается. Слави моего. А вот так веселяться и танцуют украинцы в Шауляй, где тоже отметили православное Рождество. Не обошлось и без традиционных борща и пирогов. А это украинские сладости. Пряники, печенье, грибочки, кексики. Все очень вкусное. Домашнее. Пришедшим на празднование украинка Алина предлагала сладости собственного приготовления. Люди с радостью угощались и жертвовали, кто сколько может. И как бы хорошо ни было в гостях, отмечать праздники дома приятнее. Согласно переписи населения 2021 года, православная община страны объединяет более 100 тысяч верующих. Примечательно, что этой веры придерживаются 0,6% поляков и 0,3% литовцев. Кремль пытается реабилитироваться после смертоносного удара по сотням мобилизованных россиян в Макеевке. Москва утверждает, что в ответ уничтожила около 600 украинских солдат в двух общежитиях в Донецкой области. Однако, по утверждению Киева, снаряд не достиг цели, а солдат в тех зданиях и вовсе не было. А вот в Харьковской области российская ракета цель поразила. Попала в местный рынок, сообщается о жертвах. Пострадала и 13-летняя девочка. Это ужасающие кадры из села Шевченково в Харьковской области. Утром здесь прямо на покупателей упала российская ракета. Осколок ранил 13-летнюю девочку. Так, 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 нормально? По данным украинской стороны, ракета была выпущена из Белгородской области России. Сообщается, что в результате атаки погибли две женщины и еще несколько людей пострадали. А в этом здании, по утверждению Москвы, сотни украинских солдат якобы были убиты в результате российского ракетного удара. Но, похоже, здание стоит на месте и вовсе не обрушилось. Лишь только окна окружающих домов были выбиты. Вот я живу в этом доме. Посмотрите, что в домах сделано. Все окна повылетали. Окна дрожжали. Произошла серия взрывов. Мне больше нечего сказать. Просто обычный день. Москва заявила, что уничтожила два общежития в Краматорске, якобы в отместку Украине за удар по месту дислокации солдат в Макеевке в новогоднюю ночь. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих. И в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины уничтожено более 600 украинских военнослужащих. Вот только после российского удара по Краматорску не было показано никаких следов солдат, тел, крови, какой-либо техники. В эти дни мир еще раз убедился в том, что Россия лжет, даже когда пытается привлечь внимание к ситуации на фронте. Тем временем ситуация вокруг Бахмута продолжает ухудшаться. Захватчики, похоже, закрепились в селе Бахмутское, недалеко от Солидара. Оттуда российские войска пытаются продвинуться вглубь этого стратегически важного города. В последние дни обе стороны заявляли, что контролируют часть города. Украинцы сообщают, что россияне бросили самых профессиональных наемников из группы Вагнера в Солидар. Бахмут держится, несмотря ни на что, хотя большая часть города разрушена российскими ударами. Наши войска отражают постоянные попытки российских войск атаковать. Солидар держится, хотя разрушений стало больше, и это очень трудно. Между тем, в этом году впервые состоялся обмен пленными. Из плена домой вернулись еще полсотни украинских солдат. А среди них – защитники Мариуполя. Украина обменяла их на 50 россиян, которые не в лучшем расположении духа возвращаются в свою страну. Достигнув своего пика, в Литве годовая инфляция продолжает падать. Рост цен, хотя и остается высоким, постепенно замедляется. Экономисты отмечают, что за последний месяц стоимость товаров и услуг в стране почти перестала расти. И прогнозируют, что ситуация в этом году будет улучшаться. Супермаркет Пани Вежиси, владельцы которого часть продуктов сами производят на месте, работает в городе уже 30 лет. В прошлом году один чебурек, продаваемый здесь, стоил евро 80, а в этом году уже 2 евро. Наша продукция подорожала до 15%. Мы получали сообщения от поставщиков, от переработчиков, что их продукция дорожает на 30%. У нас за спиной ни один кризис, ни одна рецессия, ни один подъем. Держимся. По словам предпринимателя, в будущем цена на еду будет зависеть от стоимости электроэнергии. Но пока нет никаких признаков того, чтобы продукты становились дешевле. Мы все еще получаем сообщения о том, что цены растут. Посмотрим, как будет дальше. В Литве рост цен и годовая инфляция товаров и услуг в декабре почти достигли 22%. И хотя рост цен по-прежнему высок, он начал отступать. Экономисты подчеркивают, что теперь внимание следует уделять ежемесячным изменениям за 4 недели. Если в сентябре государственные статистики зафиксировали, что цены в Литве за месяц подскочили почти на 3%, то сейчас рост замедлился в 10 раз. Месячная инфляция положительная, но она почти самая низкая за очень долгое время. Это говорит нам о том, что тенденция роста цен затухает, а факторов, которые могли бы ее подогреть, становятся все меньше и меньше. Основной причиной низкой месячной инфляции являются цены на топливо, которые снижаются достаточно сильно – 6-8% в зависимости от вида топлива. Инфляция снижается и по всей еврозоне. По официальным данным, годовая инфляция здесь в среднем снизилась до однозначных цифр – примерно до 10-9%. Мы видим падение индексов цен на промышленные металлы и продукты питания. Например, индекс цен на продовольствие, отслеживаемые организации объединенных наций, с марта корректируются двузначными темпами. Причем дешевеют как масла, так и зерновые. Правда, Литве, наряду с Латвией и Эстонией, гордится мало чем. Согласно предварительному отчету, в странах Балтии самый высокий уровень инфляции, вдвое превышающий средний показатель по Евросоюзу. В Литве за год больше всего, почти на 50%, дорожали услуги и товары, связанные с жильем, водой, электричеством, газом и другими видами топлива. Далее следуют продукты питания и безалкогольные напитки, которые подорожали на треть. За ними следуют услуги гостиниц, кафе и рестораны, где цены выросли на одну пятую. Я, конечно, чаще ищу акции, покупаю больше сырьевых продуктов, не полуфабрикаты, крупу, картофель и похожие продукты. Если уж хлеб качество получше, то цена значительно выше. Стараешься смотреть на соотношение цены и качества, чтобы оно примерно соответствовало. Экономисты прогнозируют, что инфляция постепенно будет снижаться и дальше. Однако может пройти не один месяц, прежде чем изменения можно будет заметить на полках магазинов. Страсти вокруг планов установить Антаносу Сметоне памятник в столице не прекращаются. После того, как городской совет утвердил решение увековечить первого довоенного президента Литвы, бывший глава конституционного суда Дайнюс Жалимас сердится, что Вильнюс поставит памятник, цитата, «автократу, который убил демократию». Другие историки предлагают не оценивать деятелей различных эпох по сегодняшним лекалам. Первый президент Литвы, подписант акта о независимости, создатель государства, или же автократ, который расправлялся со своими оппонентами, а в итоге сбежал от Совета в США. Дискуссии об историческом наследии Антаноса Сметоне вновь закипели после того, как столичный горсовет вновь передумал и решил все же распорядиться установить памятник в сквере у здания бывшего русского драмтеатра, который сегодня носит название Старого Вильнюсского театра. Переворот и культ авторитаризма. Не знаю, что хорошего в том, что в Литве был правитель, который убил тысячи жителей, но в принципе убил демократию. Бывший глава конституционного суда объясняет, что даже сегодняшняя конституция написана совсем не в духе сметонской. Мне, как правоведу, сметона не оставил никакого наследия, поскольку его конституция, подаренная народу единолично, в сегодняшнем смысле конституционализма просто ничтожная. Так кому мы памятник поставим? Нельзя применять к историческим личностям, неважно, когда они жили в 15, 13, 19 или в начале 20 века, стандарты века 21-го. У каждой исторической эпохи есть свои ценности. Сметона – дитя своей эпохи, со своими недостатками и преимуществами. Историк Аргимон Таскаспаравичус отрезал, что без сметоны, кто знает, был бы Вильнюс у Литвы или нет. Кроме того, по его словам, часть претензий к нему не полностью справедлива. Это дешевые спекуляции, что сметона создал для своих политических оппонентов концлагерь. Этот лагерь был основан летом 1919 года, тогдашним премьером, социалистом-народником Миколасом Слежавичусом. Государственник, без которого мы не можем представить историю первой половины 20 века. Можем говорить как о создателе государства, сигнатаре, президенте, издателе, автократе. Все эти перспективы такие, что нельзя сказать, что вот это черта, что это общение с тоталитарным режимом. По данным Спинтер-Тиремой, установку памятника поддерживает 39% жителей Вильнюса, а у 40% нет мнения. Конечно, нужно, потому что это был первый президент. Заслужено однозначно. Этот переворот, а самое печальное, что он сбежал, когда сбегать было нельзя. Лучший пример – Зеленский. Крутой, крепкий. Не мешал бы, может и быть. К слову, проблемы могут возникнуть и из-за принятого прошлой весной закона о десоветизации, который как раз запрещает пропагандировать тоталитарные или авторитарные режимы. 6 тысяч бегунов в Вильнюсе почтили память погибших за свободу Литвы в январе 1991 года. В традиционном забеге «Жизнь и смерть» от кладбища в Антакльнисе до Тельбашни приняли участие военнослужащие, простые граждане и даже гости из-за границы. Об их впечатлениях наш следующий репортаж. Более 6 тысяч участников собрались на 31-й забег в память о павших за свободу Литвы почти 32 года назад. Бегунов было на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Я участвовал в первом забеге. Это было еще в 90-х? Да-да. Тоже так много людей было. Было меньше, не участвовали военные. Может, и у Тельбашни были во время событий? А как же? Стоял за забором. Я бегун, но впервые захотел принять участие в зимнем забеге за Литву. Маршрут и дистанция из года в год остаются неизменными. Участники стартуют на Антакльниском кладбище, где похоронены жертвы. А завершается бег у Тельбашни, где в 1991 году произошли кровавые январские события. Дистанция забега составляет 9 километров. Около половины всех участников – военнослужащие. Размятся и почтить погибших прибыли и союзники нашей страны – американцы, поляки, а также украинцы. Я думаю, каждый из них знает, что происходит в Украине. Погибают сотни, тысячи людей. Поэтому этот забег тоже в память о них, о людях, которые также борются за свободу. В отличие от летних коммерческих забегов, мероприятие, которое на улицах столицы прошло в выходные, было бесплатным. Его цель – отдать дань памяти 14-ти павшим в столкновениях с советскими войсками и их танками. Движение в городе было ограничено лишь на короткое время. Участники к финишу прибежали примерно за час. Мы бежали не ради результата, а чтобы побыть вместе, ради свободы. И как успехи? Нормально. Пробежали все 9 километров? Да. Отдых понадобился? Да, немного отдыхал. Очень хороший, эмоциональный забег. Лучший в этом году. Почему? Он очень народный, а армия вдохновляет. Мне понравилось. Этот забег особенный. Думаю, что он очень важен в контексте войны в Украине. Украинцы держатся, потому что уважают свою историю. У них глубокие корни партизанского сопротивления. Они борются за свою государственность. Точно так же мы чтим наших павших за нашу свободу. 13 января в этом году приходится на ближайшую пятницу. Именно в этот день пройдет большинство церемоний и мероприятий. Со 2 января изменился график движения поездов на некоторых маршрутах. Для жителей небольших городов и поселков это не очень приятная новость. Ведь если железнодорожное сообщение между крупными городами улучшается, то, к примеру, в Северной Литве с января уже нет коротких маршрутов, только длинный. В итоге детям приходится выходить в школу на час раньше, а взрослые возвращаются с работы на час позже. Почему так, выясняли наши корреспонденты. Новый год на Шауляйском железнодорожном вокзале начался с изменений. Жители Шауляй не очень довольны ими. Граждане жалуются на сокращение маршрутов поездов. Я приехала утром, сходила к врачу, и надо было ждать 12 часов поезд, а время было около 10 утра. Было не очень приятно. Я уже вчера попал в неприятную ситуацию. Бежал и потом 2 часа кашлял, сидя здесь. Частичное расписание изменилось с 11 декабря, а теперь изменилось полностью. Что поделаешь, в Шауляй остались лишь несколько стариков. Вместо отдельных маршрутов Шауляй-Радвилишкис, Шауляй-Мэжейкай или Шауляй-Паневиджис теперь ходит поезд по длинному маршруту Паневиджис-Шауляй-Мэжейкай. Поезда на этом маршруте теперь ходят с более длительными интервалами, чем ранее на коротких. Сейчас можно вернуться где-то в полчетвертого или после шести. Удобного времени нет? Нет, потому что я сама работаю до 4 часов, так что домой попадаю только в 6. Люди возмущены тем, что им заново приходится планировать поездки и свое расписание. Дети, у которых уроки с 8 утра, больше не ездят на поезде в 7 утра. Им приходится просыпаться в школу гораздо раньше. Школьникам больше не на чем ехать в школу из щелена. И раньше поезд ходил в 7.15, теперь, согласно новому расписанию, его больше нет. Это очень неудобно для них. Люди очень недовольны. Министр транспорта и связи считает, что на севере Литвы прежние маршруты поездов были неэффективными. И предлагает в качестве альтернативы перейти на автобусы. На некоторых участках есть железная дорога, но жителей недостаточно пользуются поездами. Альтернативой должен быть автобус, потому что он дешевле для всех нас. Когда поезд перевозит 10 или 20 пассажиров, это не самый эффективный способ. Поэтому одним из компромиссов в поиске путей повышения эффективности работы в этом регионе стало объединение маршрутов поездов. А пассажиры, ожидающие на Вильнюсском вокзале, говорят о нехватке мест в поездах и высоких ценах на билеты. В особом дефиците места со скидкой. Нам пришлось ехать первым классом. У моего мужа инвалидность, поэтому мы могли бы получить скидку. Но теперь он вынужден обходиться без нее. Мест нет. Сколько стоит билет? 21 евро. Это дорого для нас, пенсионеров. К сожалению, компания пока не прогнозирует снижение цен, но есть и другие новости. Минтранспорта и одна из компаний литовских железных дорог подписали 10-летний договор о пассажирских перевозках. Целью является увеличение пассажиропотока и обновление железнодорожного парка. Мы больше никогда не будем покупать дизельные поезда. Там, где есть электрифицированный участок, будут электрички. А там, где нет электрифицированной линии, будут специальные гибридные поезда, которые могут продолжать работать на аккумуляторах на определенных участках пути. Будем стремиться, чтобы к 2026 году пассажиропоток увеличился до 6 миллионов человек в год. А в 2030 году нам хотелось бы видеть и 10 миллионов пассажиров. Для этого нужно больше поездов, более привлекательных и новых. А вот между крупными городами сообщение в этом году улучшается. Чаще стали ходить поезда по маршруту Каунас-Чауляй и Вильнюс-Чауляй. На маршруте Вильнюс-Каунас будет больше скоростных рейсов. Ну а теперь призываем внимательно посмотреть в глаза. Вернее, в сетчатку глаза, которая столь же уникальна, как отпечаток пальца. И красота которой раскрывается на фотографиях. Мода делать снимки глаз в Литве только набирает обороты, хотя в других странах это уже давно не новинка. Подробнее в нашем сюжете. Добрый день, здравствуйте. Стилист ИСКАуна Сакара Лисмураускас к участиям в фотосессиях уже привык. Но это его удивило. Ему предложили запечатлеть собственные глаза. Интересный опыт. В жизни такого не было. Как узнал от друзей, тут уже примчался. Подготовка прямо как на приеме у окуриста. Потом несколько щелчков фотоаппаратом и первоначальный результат уже на экране компьютера. Уберем все блики от лампы и всего остального. А получив уже отредактированную фотографию, Каррис говорит, что даже не верит, что это его глаз. Свет совсем по-другому смотрится. Вроде зеленый, вроде серый, вроде голубой, а на фотографии вновь иной. Кажется, что это и не мой глаз. Очки можете снять и здесь положить. То, что глаза на фотографиях так отречаются от того, что мы видим в зеркале, удивляется и жительница Каунаса Густе. Совершенно иначе. Кажется, гораздо ярче, много изгибов, интересные мелочи проявляются. Так что могу сказать, что отличаются. Ну а организаторы таких фотосессий сами часто удивляются. Какие только секреты и цветовые переливы не скрываются в глазах при макросъемке. Мы пытаемся вытянуть всю красоту, но, редактируя, стараемся как можно меньше вносить изменений в детали, чтобы глаза оставались естественными и настоящими. С каждой новой фотографией сами удивляемся. В глазах скрывается настоящая красота, ведь они – зеркало души. Сетчатка глаз уникальная, как отпечаток парца. Двух одинаковых не найти. И хотя фотография глаз популярна в Европе, США или в Объединенных Арабских Эмиратах, в Литве это пока новинка. Во время одной поездки по Европе обратил внимание на фотостудию, в которой предлагалась фотосессия глаз. Позвонил своему компаньону, и мы решили проверить, а есть ли такое в Литве. А это популярно? До этого никогда не занимавшиеся фотографией жители Каунаса нырнули с головой в новое дело. Но вначале нужно было набраться опыта. Набирались на собственных глазах. Нужно было научиться, как и что фотографировать, много чего вычитывать. Купить фотоаппарат, объективы, крепления для фиксации головы. И уже тогда пробовать на себе. На такую фотосессию лучше отправляться без контактных линз. Есть возрастные ограничения, не пустят и с четвероногим другом. Для лиц от пяти лет. Кто моложе, им трудно усидеть на месте. Так что процедура не вредная, вспышка глазу не вредит. От многих клиентов получали вопросы, можно ли прийти с животными. Так нет, животных не фотографируем. А поток желающих растет. Кто-то заказывает такую фотосессию, как подарок. Понравилась новинка и парам. Фотографы говорят, что приходят даже с семьями. Ну что ж, а теперь о погоде. Здравствуйте, Наглис. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, наши зрители. Наглис, в регионе так потеплело, что я прочитала о том, что на европейских горнолыжных курортах некоторых уже закрывают трассы. Совершенно верно, да. Так и есть. Работают только высокогорные. То есть там, где высоко в горах. Ну, еще Финляндия имеет красивые горнолыжные. Трассы, вот, можно поехать туда. Там еще холодно. Вот, а в Литве, вот, сейчас и посмотрим, что и как. В Вильнюс, вот, еще вот, кафедральный собор. Крыша, вот, немножко вот снегом посыпана. Но этот снег уже ненадолго. Перемещаемся на, вот, Жемейтие. Вот, туман висит. Мокрый, теплый, влажный туман висит. Это значит, что там уже оттепель. И перемещаемся на помережье. Тут уже все море спокойное. Все тихо. Такая вот еврозима. Посмотрим дальше, что будет. Вот эта область высокого давления, она и холодная. И вот, вот, как раз вот кончается у наших восточных границ. К нам идет, вот, из юга-запада, вот, теплые воздушные массы. Повсюду, вот, здесь облачно, влажно. Ну, и вот так вот во всем регионе. Особенно, там, в Польше, так, вообще, весна. Граница между теплом и холодом, вот, как раз проходит по, вот, восточной границе Литвы. Половина Беларуси, половина Украины. Вот, 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 вот эта вот холодная воздушная масса, она там, на востоке. Вот завтра, например, в середине Волги, там, Казань, минус 30. Вот, в Литва. Этой ночью осадки будут везде некоторое время. Это будет и мокрый снег, и дождь. Завтра днем осадки будут преимущественно по восточной части Литвы. Опять и дождик, и такой вот мокрый снег. Ну, вот, так вот и будет. А температура. Самая низкая температура этих ближайших суток – это этот вечер. Будет от 2-3 мороза на востоке до 2-3 тепла на западе. Потом всю ночь температура будет постепенно подниматься. И завтра с утра до вечера будет сохраняться, будет от 1 градуса преобладать 1-3 градуса тепла на побережье 4-5. И среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – примерно то же самое. Временами осадки преимущественно небольшие, но это и дождь, и мокрый снег. Один раз в одной части Литвы, другой раз в другой части Литвы. И температура ночью слабо отрицательная на востоке Литвы, в западной половине уже точно будет плюсовая. И днем 1-3 тепла на побережье около моря 4-5. Иногда вот на самой кромке, на самой границе с Белоруссией будет около нуля днем. Но это все. Так что, ну вот так вот, еврозима, это все вот это, вот эта слякоть, вот это вот называется еврозима. Спасибо, Наглис. Все мы знаем, чем нам выгодна аномально теплая зима. Да. Ну что ж, а у нас на сегодня все. С вами были новости ТВ3+. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин